ДА НУ НАХУЙ! Привет, народ! В этом вот таком маленьком информативно-общительном видосе я хотел бы с тобой поговорить по поводу проходчиков, по поводу красивых поступков, по поводу техподдержки. Наверное, мы обсудим три таких вопроса, которые гуляют по интернету и почему-то на удивление не обильно так это... Ну как, денёк опять пошумели, как у нас ребята вот так вот в руках Муники пошумели, да и всё. Я сразу скажу, что я хотел это сделать очень так глобально, очень глобально и в плане форума, в плане реддита, вот в этом всем. И не хотел, ну как бы я не хотел это сделать, что смотрите какой я красавчик, я вот это вот всё вылил в интернет, нет. Я не хотел даже оставлять ссылки на свой там канал и так далее и так далее и так далее и так далее и так далее. Просто изначально, как я думаю вы поняли по видосу ранее, люди просыпаются и у них нет союза. А в частности это произошло при старте ЗС, ой, ЗС, извиняюсь, ВС. В том числе, когда были уже запущена фаза. Есть такой, скажем так, калькулятор, который олды, люди понимающие, знающие, умеют по этому калькулятору подсчитывать 90% шансом, кто у тебя появится на войне из противников. Итак, мы будем с вами обсуждать и говорить про Союз Русь. Я хорошо отношусь к этому Союзу, я ничего такого негативного в свою сторону и вообще я такой человек, когда ко мне хорошо относятся, то я отношусь хорошо. Если ко мне человек хоть раз как-то поднасрал, то я просто стараюсь потом обходить его стороной. Если человек продолжает как бы срать, то я просто это говно закопаю, да и всё. Поэтому Союз Русь, я хорошо относился, отношусь к этому Союзу и Союз довольно-таки хорошо шёл в плане войны. То, что произошло с этим Союзом, это очень плохо, очень некрасиво. Да, я понимаю, что люди, которые это сделали, поржали и сказали ха-ха-ха, лошары. Но поверьте, пацаны, это очень некрасиво, это очень по-подлому. Вопрос в проходчиках. Когда я только проснулся, мне прислали этот видос и сказали, ты видел, ты видел. Я ничего не понял, что вообще за хрень, потому что я стараюсь как-то так отдаляться от этих таких олдового косичка, олдового звена. Потому что это такие ребята, которые общаются в таком тесном-тесном кругу. Я стараюсь туда как бы не залазить. И эти олды приоритетно занимаются проходами. Кто такие проходчики? Давайте вспомним, кто такие были проходчики раньше. Проходчики это те, кто раньше включали скрипку, благодаря скрипке набивали ресурсы. И когда человек обращался, чтобы ему прошли какой-то либо контент, он просто платил бабки. И человек брал аккаунт и проходил. Если происходили какие-то либо траты в планетке, оживлялки, то данный проходчик брал своих твинков, перепачей и кидал ресурсы. То есть человек ничего как бы не тратился, никаких ресурсов не... То есть выгодно, да? Круто, прикольно. Отдал денежку, проснулся завтра, у тебя уже все пройдено, все четко, все по-честному. Вот. Потом пошла волна банов, потому что скрипачи охренели, каждый второй был скрипач, и просто очень яростно убились в арену. Скрипачи поберебанили, какое-то количество людей обрадовалось, какой-то людей начали агрессивничать в плане Кабам. Я всегда говорил, мне пофиг был. Вот пацаны, реально, скрипачи зарабатывают, тут зарабатывают, но есть другая сторона медали. Есть скрипачи наглые, есть скрипачи охуевшие. То есть как ребята начинают чувствовать деньги, они начинают чувствовать власть. Пацаны, поверьте, вас тухануть вообще как два пальца обоссать. Обоссать два пальца легко, как вы понимаете. Поэтому лучше молча сидите, скрипачите и зарабатывайте. Не надо влазить и пытаться там что-то там выкрикивать. Ну, ладненько, это уже другая тема. Проходчики. В наше время проходчики, это одно время началось, знаете, вот те ребята, которые реально рукастые, а их очень маленькое количество людей. Те ребята, которые рукастые, у них есть своя фан-база, у них есть своя аудитория, которая к ним всегда обращается. Там цены просто неимоверные, ебучие. Ну, это на мой взгляд. Но это тоже не будем. Каждый, скажем так, хочет тут такую цену и делает. А есть ребята-проходчики, которые просто гнут цену и не пойми за что. То есть они тратятся и берут большие при этом бабки. Я не отношу себя к проходчикам. Я занимаюсь проходами. Но говорить о себе, как о ютубере, я не могу. Говорить себе, как проходчики, я не могу. Возьмем предыдущее, Лето Боли. 28 аккаунтов, которым было закрыто. Из 28 аккаунтов никто не пожаловался, никто не сказал о том, что были большие траты. И никакого негативного ключа не было. Конечно, как-то подкреплять общение. Ну, моя совесть чиста. Кому-то сейчас доказывать, показывать, профи, пацаны. Ну, я, честно, не вижу в этом смысла. Если вы мне не верите, тогда просто закройте это видео и не смотрите, и не приходите на мой канал. И все. Я как бы такой политики. Я думаю, продолжить мысль, да, проходчики. Вот это вот последняя каста людей, проходчиков. Вот это мне и непонятно. Потому что сейчас ничего не хочу сказать негативно против пацанов на ютубе. Не хочу никого там обижать. Я опять же говорю, я никого не перевозношу перед кем-то. Я просто объясняю вот эту политику, отталкиваясь от видео. Потому что, я же говорю, изначально была политика, ну, как бы крикнуть очень громко. Потом мне сказали, типа, нет, не надо. Если ты крикнешь громко, полетят очень много голов. На что я как бы согласен, да. Потому что у нас в СНГ очень все запачканы и сильно громко кричать не стоит. И третий вариант, третья тема и третье обсуждение это техподдержка. Я, пообщавшись с человеком, с которым это все произошло, я понял одно. Но я думаю, как и многие другие ребята, то, что техподдержка у нас как не работала, так и не работает. Если у вас что-то либо случится с аккаунтом, вряд ли вам кто-то либо поможет. А я вам поможет, скорее всего, автобот, блин. Вам поможет, скорее всего, бот, который автоматически отправляет и рассылает письма. Поэтому подытожите, к чему я это все писал, к чему это все это говорил. Прежде чем обращаться к какому-то либо проходчику, поузнавайте, кто это, поспрашивайте, кто это. А если вы обратились к какому-то либо проходчику, то не отпускайте мысль, что вас могут на «Е». Если уж так получилось, что вам что-то либо прошли, и вы не улетели в бан, то поменяйте, пожалуйста, пароль. Я об этом говорил, говорю и буду говорить. Если знает кто-то помимо вас ваш пароль, то велик шанс того, что вас могут на «Е». И поэтому, отталкиваясь от этого видоса, я, честно, хочу сказать, пацаны, Русь, не грустите, вы молодцы. Надеюсь, в этом сезоне вы сможете выгребсти, потому что вы очень хорошо шли. А тот, кто это сделал, ну, дядь, он всегда все возвращается, поверь. Сегодня ты, завтра тебя. Всем удачи, будьте осторожны и пока. Война начнется, все к мусорам побежите.